и всем привет сегодня у нас в наших цепких лапах имеется телефон lenovo k900 давайте сразу пройдемся по комплектации что приходит вместе с ним доставляет его такой вот замечательной стандартной леновской коробочки внутри ней имеется юзер мануаль так избежно зарядка так что еще и еще наушники гарнитура значит гарнитура я не буду раскрывать на ощупь она микрофончиком обычные простые наушники не буду говорить по качеству потому что опять же телефон не мой поэтому перебанить его особо не буду так теперь непосредственно сам телефон имеем мы что мы имеем с вами снаружи значит спереди у нас имеется камера я позже скажу какая сенсорные кнопки назад домой и меню так слева качелька громкости вот кстати вот эти вставки металлические вот как справа таки слева тут у нас кнопка включения выключения блокировки так но это обычная заводская пленочка так сверху разъем под наушники три с половиной и разъем под зарядку снизу у нас находится дырочка микрофона ну и все так теперь что у нас находится сзади сзади находится камера программа сам android показывает типа 8 мегапикселей antutu показывает что 13 мегапикселей вспышка достаточно яркая вот надпись надпись кстати наклеечка и вот он динамик динамик орет достаточно громко так раскрывается что у нас под шкуркой кстати крышка задняя не интересные рисуночки идет кубизм переливается такая резиновый пластмасс какой-то так что внутри внутри у нас имеется слот для micro sd и два слота под микросимку и обычную симку так батарейка на 2008 миллиампер часов ну судя по весу где-то на 2500 миллиампер часов принципе для такого телефона на сутки стандартно будет хватать на сутки все вот опять же в принципе все больше ничего такого и не скажешь о нем так давайте врубим его я запущу antutu кстати хитро закрывается хитро закрывается надо вставлять крышку сначала снизу и снизу кверху идти то есть крышка такая что поставил все и и забыл кстати насчет расположения кнопок на кстати еще скажу что экран очень яркий он даже камеру затупил а запускается вот относительно быстро и широм хотел сказать ну вот видите все не можно пользоваться давайте яркость уберу эту что-то слишком яркость видите даже но это что-то он совсем яркий ребята так ну видите русский язык я просто запускал его ставил antutu ставил разные игрушки вот языки все есть то есть русский перевод отличный вай фай bluetooth больше такого ничего нету память давайте по памяти пройдемся значит в нем встроенных 16 гигов но доступно там типа 13 гигов и еще карта памяти вот стоит на 16 гигов замечательно телефон извините памяти в нем если на 32 поставить его это вообще замахаешься цвета яркие насыщенные что все стандартные программы стоит значит что надо еще сказать где antutu то это буду голословным так antutu выдает у нас 36 500 так его так 36 36 50 извините вот но он стоит как бы так рейтинг давайте диаграмму до galaxy из пятого конечно ему далеко вот но лучше чем galaxy с 3 вот и чуть хуже чем galaxy note 2 то есть в принципе на уровне так и давайте инфу значит изготовитель леново модель леново это убила операция android стоит тут android 442 процессор мали 450 мп это крутой процессор разрешение дисплея 1920 на 1080 для 5 дюймового экрана это охренительное разрешение дальше задняя камера 13 мегапикселей но сейчас покажу как камера работает это просто убожество они камера то есть никакой плавности все текст плохо видимо дело все в самой программе потому что такая программа камеры стоял и у меня на телефоне хотя у меня есть точно 13 мегапикселей и точно также тупила возможно выход будет это либо перепрошивка но тоже как бы перепрошивать такой телефон не стоит либо просто поставить стороннюю программу для видеокамеры что кстати попробую сделать так где у нас антута дальше процессор от полу гигагерца до двух гигагерцов тактовая частота количество ядер 8 так графический процессор малей 450 мп архитектура rm open gs панжел и с 20 так разрешение надо плотность пикселей 480 dpi хорошо мультитач есть молодцы что он есть так задняя фронтальная 1 идея 2 мегапикселя так но это дальше уже в принципе ладно телефон телефон отличный то есть вот но нету ощущения того что это какой-то хрень на поздно масле не знаю в руках держишь и чувствуется что хорошая вещь дальше единственная вот неудобная кнопка если обычно люди вот так вот держит телефон да то кнопка выключения где-то должна быть пониже это единственное неудобство ладно все покида во всем